человек который занимается отбором выращиваем и воспитанием собаки все считают что я кинолог там выгуливая собачку там маленькую какую-нибудь знаю там шпица или там йоркширского терьера все называются кинологом хотя никто не понимает насколько это тяжело сколько это энергозатратно кинолог в первую очередь мне кажется должен быть себя как для собаки как артист как дрессировщик потому что чтобы выработать собаке нибудь желательные качества он должен принять все возможные варианты чтобы чтобы она его поняла первую очередь это человек который любит и не просто любит собак должен понимать что жизнь свою придется связать собакой приходят люди допустим год-полтора служат у нас примеру там два служат потом уходят понимаю что это не их потому что это не просто как бы развлечение или интересная работа это труд тяжелый труд заниматься собакой на на не просто с ней заниматься надо отдавать ей большую часть своей жизни по примеру я собаки посвящая больше чем своей семье собака копирует характер своего хозяина так на самом деле она есть что можно понятно что это не там не первой неделе дрессировки там но в течение времени даже внешне можно смотреть просто кажется собака человека действительно чем-то есть какие-то общие черты схожие скажем так она без меня жить не может я заступаю в наряд она допустим если находится дома то приезжаю через сутки она просто сходит с ума и самое главное для нее радость когда я утром стою не после того как его выгулял там мы собираюсь на службу уезжать беру за поводок это для него сигнал что мы сейчас поедем на работу для нее самая большая радость жизни она бесится скачет все я с хозяином целый день немецкая овчарка бакс 2013 года рождения ему 8 лет уже старенький уже это порода такая бельгийская овчарка она не знает усталости она постоянно в движении постоянно активны вот отличие от немецкой овчарки сигнала стоп у них нету она будет работать по пока не упадет ей сейчас четыре года получилась такая история что это моя как бы 2 бельгийская овчарка 1 бельгийская овчарка была мама ее с матерью как бы ее я отработал 9 лет это получается как было смена поколения пошла мама и уже в заслуженном отдыхе и вот мы соответственно сейчас в неком месте начинаем работу она подготовлена по поиску трещатых веществ лабрадор кличка ешка я давно работаю со служебными собаками меня была бельгийская овчарка по кличке ляля начала уже приходим пришел возраст то есть и нужно было думать о собаке которая сменит лялю в дальнейшем в работе пришло время пришлось пойти выбрать себе щенка я выбрал не самого маленького занимаемся мы поиском наркотических веществ но он такой уравновешенный он в меру злой в меру добрый ко мне что-то подойти покуда ну я не разрешу никто не подойти к нам рядом были даже случаи когда там видел что кто-то там балуется он воспринимал что это за за драку и начинал вмешиваться туда наводить порядок страж правопорядка на во первых девочка но такая очень хитрая не сильно хитрая на такая вот знаете есть такая черта когда мы выходим гулять с ней она берет специально подбегает к вольерам где собаки закрыты и провоцирует типа она пока пока я иду гулять а вы стоите вместе смотреть интересно это она получается на каждом подбегает попрыгать может каждого лечка и убегает на выгул остальные собаки разрываются потому что они за ними пока еще не пришли гулять член семьи она же фактически живет у меня то есть вольеры для нее хотя есть у нее место на вольерах она 90 процентов находится у меня дома то есть когда-то я жил на территории части у нас общежитие если жил там то есть она сам там со мной прибывала нам это разрешено потому что для улучшения контакта с собакой собака спокойно уравновешенная слегка даже скажем такая не сильно подвижная плюс это собаки она методично пускай медленно но методично и уверенно пронюхивает обнюхивает все предметы все места которые мы ищем то есть элементы поиска скажем так и соответственно меньше возможности что-то пропустить и больше возможности найти результат вообще собаки в кинологическом центре это все-таки четвероногие солдаты у них как и у любого солдата есть распорядок дня основное у нас это кормление служебных собак на начинается 6 40 до 70 после чего ну кормление обслуживание чистка их выгуливание уборка мест содержания то есть это вольеров после этого собаки несколько часов находится в покое после еды после с 9 часов начинаются занятия то есть они происходят на с 9 до 16 00 все это время собака находится как правило с кинологами с небольшим перерывом у кинолога на обед все остальное время собака дрессировки то есть дрессируется занимается питание как бы у нас для всех собак одинаково здесь на что у нас зависимости от породы допустим азиат средиазиатская овчатка и кавказская не более получает больше рацион потому что у них вес там достигает там до 70 килограмм то что не следствием чуть 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 больше а так ну понятно что это лично как постепенно моя служебная собака там конечно где-то и там где-то покупаешь какую-то вкусняшку приносит просто одного сухого корма как бы но это недостаточно чтобы собака была таком ну живчиком с 2 раза 2 раза питания зимой 3 раза потому что морозы как бы наш собаке нужно дополнительно питать нас все начинается стандарт кушать она там ножка проходит время полчаса и мы начинаем тренировок тренировка у нас длится ну пять дней в неделю все рабочие дни просто вы просто мы постоянно тачиваем навыки немецкая овчарка вот как он это более универсальная собака она может как караульной службе участвовать там патрульной разыскной также поиску там взрывчатых веществ наркотических на вот лабрадоры есть еще они более по поиску взрывчатых наркотических веществ применяются у нас также есть у нас алабай ну либо среднеазиатская овчарка но это по караульной службе и широк широко распространение сейчас применяется у нас бельгийская овчарка схожа к применению с немецкой овчаркой у собак есть поня помимо типа вашей нервной деятельности как человека холерик сангünst noi матеками меланхолик есть еще преобладающее реакции это оборонительная пассивно-оборонительное пищевая половая и ориентировочная так вот для защиты выбирать как правило собак которые развиты активно-боронительная либо пассивно-оборонительной реакции для определенных целей мне здесь нужно была собака которая больше развит ориентировочной реакции то есть та которой более интересно обнюхивать принюхиваться каким-то вещам и при этом чтобы она не была трусливой При дрессировке собак на определенные специальные службы есть определенные правила, то есть склонность породы к определенным службам. К примеру, лабрадор не подойдет ни в коем случае на караульную либо патрульную службу, где принцип собаки – это агрессия, защита, не пропуск нарушителей, задержание нарушителей. Лабрадор здесь не подойдет в связи с своей породной добротой. В поисках зручатых веществ собаке лаять нельзя. Зручатка – это очень тонкая работа. Ей нужно просто тихонечко обозначать, без шума. Это не развивается, даже подавляется. С самого детства, чтобы собаке лаять нельзя. Она должна быть, наоборот, спокойная, равновешенная. Были собаки, в том числе и лабрадоры. Соответственно, был и лабрадор, черный лабрадор. Когда я проводил, к примеру, отбор, в том числе и я выбрал именно черную собаку, потому что, во-первых, она сама ко мне бежала, не убегала от меня, постоянно со мной пытается играть, не уходит от человека. То есть видишь, что собаке хорошо с тобой. Плюс моя уже предрасположенность именно к черному лабрадору, потому что, призвавшись на срочную службу, мне за мной закрепили лабрадора Гарвея Славна, который прожил со мной до 15 лет. Когда кинолог идет выбирать себе собаку, он в основном со щенка выбирает и просматривает, какие ему качества нужны. Допустим, игривая собака, там, апортировочные. То есть он изначально выбирает себе собаку такую, чтобы минимизировать усилия по работе. На самом деле собаки очень нервны. И таких случаев даже на примере хатика очень много. Даже у нас есть собаки, которые были случаи, что хозяин уезжал или увольнялся, и собака два месяца отказалась кушать, потому что собака скучала. И что, сидеть. На самом деле это, ну, есть такое, что собаки очень сильно привязываются, очень привыкают, ей тяжело потом перестроиться. Кому-то, конечно, недели хватает, а кто-то будет скучать, она будет ждать, она будет кусать, но хозяина. Пока она не поймет, что он, как бы, уже является, скажем так, ее, ну, теперь настоящим моментом, другом, я не знаю, хозяина. А хатика, действительно, это очень интересный фильм. В последнее время я пересмотрел фильм «Пальма». Мне очень понравился. Даже как-то он такой щепетильный фильм. Посмотрите, потому что там с детьми можно смотреть смело. Ну, любимый фильм есть в детстве. Я смотрел фильм «Мухтар», только не тот, который сериал, а именно, который с Юрием Никуриным, еще черно-белый. И вот там играет роль любимый мой актер и любимая собака порода, одна из любимых, восточно-европейская овчарка. То есть сильные, выносливые, красивые собаки. И вот это самый любимый мой, один из самых любимых моих фильмов был в детстве. Не от породы тут зависит, а от характера самой собаки и готов. Ну, люди же тоже не все отличники и не все, либо все двоечники. Они разные бывают, так и собаки. Кто-то подходит к какой-то службе, кто-то не подходит, кто-то лучше не заниматься с ней. Из злой собаки можно сделать послушную, но она будет более социализирована и в нужный момент она покажет свою злобу. Про бельгийца, конкретно про бельгийца, это порода тяжелая для дрессировки. Просто люди тоже хватают, потому что это вся Европа там уже на всех бельгийц. Они считают, что это просто там легко и просто. На самом деле это очень тяжело. Именно бельгийцы это тяжелая для дрессировки собака. Если сравнивать с немецкой овчаркой, немецкая овчарка она уже изучена, да? Как бы уже больше 100 лет уже как бы с ней занимаются. А бельгийцы они такие еще как бы, ну скажем, такая новенькая что-то такая, да, такая диковинка. Ты очень сильно привыкаешь, да? Просто так отказаться, допустим, сказать, все, ты мне не нужна, так, ну, это... Так никто не сделает. Конечно, хочется, чтобы собака жила, в первую очередь. Не 8 лет, а жила и была в здравии. А там уже будем смотреть. Ну, в то время, когда собака уже подходит под списание, то есть ей 8 лет, либо по болезни, такие случаи, ну, чаще всего такие случаи бывают, что забирают либо солдат срочной службы, либо сам хозяин, который служит в центре. Да, она очень познавательна и интересна. Мы практически идем на работу как к друзьям. Вот. С ними каждый день работаем, что-то познаем новое, что-то повторяем старое. У меня был опыт работы, ну, не кинологом, как бы, я попал вообще случайно в эту сферу. Ну, уже пошел 13-й год. Я считаю, что это действительно очень интересная работа. Ну, просто, ну, да, прихожу на работу, когда я знаю, что меня ждет боевая подруга, и нас ждет очередные какие-то там новые открытия, потому что эта работа невозможна, она не повторяется. Каждый день что-то новое, потому что это специальность, в которой нет, скажем так, потолка. Ты постоянно совершенствуешься. Каждый день ты отрабатываешь какие-то новые навыки. Ты оттачиваешь то, что уже наработано. У нее может быть плохое настроение, она что-то не будет делать. Будет у меня плохое настроение, я тоже буду расстроен. И поэтому нужно искать компромисс, находить общий язык. Это действительно тоже тяжело. Но это очень в жизни помогает. Ты становишься очень дисциплинированным, ну, и уверенным в себе, потому что ты знаешь, что у тебя есть определенная цель, которую должен достичь. Это работа, работа, которая вызывает удовольствие. Хотя это и тяжелый, довольно, это тяжелый труд, но труд, который нравится. Приходишь с работы, прибегает собака, или приходишь с ней, она садится рядом, ложит голову на колени, и ты 20 минут сидишь, и она тебя успокаивает. Ты понимаешь, что как бы тяжело ни было, завтра, придя на работу, без них, или, там, уйдя без нее, без них не сможешь жить.